Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Подозреваемые в краже ювелирных изделий из торгового дома Олем предстали перед судом. Какой ущерб они нанесли предпринимателям и получат ли потерпевшие свои миллионы? Вы узнаете через несколько секунд. Где остальное золото? У нас украина 20 килограмм золота. У нас 12 потерпевших. 150 килограммов марихуаны были сожжены. Вещественные доказательства различных уголовных дел уничтожены по решению суда. Незнание закона не освобождает от ответственности. Руководитель отдела занятости и социальных программ Жизказгана улучшает свое материальное положение. Подозреваемые в краже ювелирных изделий из торгового дома Олем предстали перед судом. В Казбекпийском районном суде по уголовным делам состоялось предварительное слушание. На скамье подсудимых двоюродные братья. Бывший охранник Олема Жандос Асанов и экс-связист Даниар Абдраманов. Напомним, кража была обнаружена утром 29 марта прошлого года, когда на работу пришли представители администрации торгового дома. Тему продолжит Аймамрина. Кражу из торгового дома Олем в народе называют самым громким и даже курьезным ограблением прошлого года. Сначала преступники засветились на камерах видеонаблюдения. По видео заметно, что они никуда не спешили. Они опустошили 12 бутиков и вынесли по предварительным оценкам 226 миллионов тенге. В седьмом часу уже буквально, вот только закрылось, сразу же моментально выключается свет. И тут уже все, в одеянии, в этих, как мажехедных масках, все ходит. Походка та же самая осталась. Он бегает, все, рядом с ним ходит Абдраманов, как телок. Потому что не знает, где что лежит, правильно? У Асана уже все приготовлено. Пострадавшие бизнесмены уверены, подсудимые планировали кражу заранее. На предварительное слушание собрались 9 потерпевших из 12. Все в один голос твердят, что ни о каком примирении без полного возмещения ущерба речи быть не может. Для многих из них этот бизнес – единственный доход. А после кражи пришлось затянуть пояса потуже. Подсудимые предпочитали отмалчиваться двоюродным братьям 36 лет. 36 и 35 лет. Экс-охранник Жандос Асанов женат, у него двое детей. Данияр Абдраманов раньше работал связистом. Адвокат последнего пытается доказать, что он виновен лишь в сокрытии преступления. Интересы подсудимых защищают сразу три юриста. Они рассказали в суде о нарушениях, которые, по их мнению, допустил следователь. И таким образом, с 9 марта Асанов содержится по стражению закона. У нас за три, за четыре дня людей снимают, как говорится, с работы. Чуть ли не дело возбуждают. Он подставил прокуратуру, казахстейская прокуратура, тоже не глядя, что так проверять. Подписала, отправила в суд. А где, извините, наше окончание? Где наш протокол? Где наше уведомление? Адвокаты предлагают отправить дело на доследствие. Стоит отметить, что его материалы едва умещаются в 10 домах. Однако потерпевшие с таким исходом в корне не согласны. Он признал свою вину, вернул нам золото. В конце, когда мы уже не подписали процессовать соглашение, он взял передумок. Передумал, как это что, игра или что это. Он взял это золото, часть какую-то нам вернул, часть сейчас оплачивает. Условия адвокатов китайца выйти на свободу. Решение о назначении главного судебного разбирательства или возврате дела на доследствие суд примет завтра. Мы будем следить за ходом процесса. Айо Мамрина Исламбекус, пан Андрей Тимофеев, первый, Карагандинский. Сегодня в вагоне отправилось свыше 125 килограммов марихуаны. Операция по уничтожению наркотических средств проходила на территории одного из промышленных предприятий. В Карагандинской области продолжается масштабная борьба с наркобизнесом. В топку печи отправилось около 125 килограммов марихуаны. Это вещественные доказательства по различным уголовным делам. После вступления в законную силу приговоров суда наркотические средства должны быть уничтожены. Отделы по борьбе с наркобизнесом УВД Караганды. Данные действия проводятся регулярно. Наркотики были сожжены в присутствии специальной комиссии. Более 125 килограммов марихуаны, уничтоженные в этот день, были изъяты у разных преступных группировок. В настоящее время дело расследуется в следственном управлении ДВД Карагандинской области. Будет направлено в суд. После чего будет направлено в суд. И на сегодня, 27 апреля, производится уничтожение наркотических средств, изъятых у подозреваемых. В среднем, значит, по уголовному делу, возбужденному следственному управлению, в среднем уничтожено 125 килограмм. Работа по борьбе с наркобизнесом продолжается. Двух жителей Тимиртау разоблачили при попытке реализовать 200 килограммов марихуаны. При обыске в гараже, принадлежащему 29-летнему подозреваемому, обнаружены и изъяты 13 мешков марихуаны, общим весом около 160 килограмм. Также при обыске квартиры 45-летнего подельника обнаружено и изъято более 40 килограмм марихуаны. В ходе проведения оперативно-расследовательных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД в области установлены и задержаны двое жителей города Тимиртау, 29 и 45-летние. У задержанных изъяты свыше 200 килограмм наркотических средств марихуаны. На сегодняшний день подозреваемый во двориной изолятор временного содержания проводится расследование. Таким образом, полицейские напоминают, что борьба с наркобизнесом продолжается, а такая прозрачная работа станет одним из важнейших факторов – снижение количества наркоторговцев. Фариза Улбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Незаконные начисления премии самому себе, незаконные наказания подчиненных и недисциплинированность. Эти и другие случаи нарушения служебной этики обсудили на очередном заседании Координационного совета в городском Акимате. Фариза Улбаева с подробностями. Руководитель отдела занятости и социальных программ Жасказгана едва не лишился работы из-за незнания закона. Хамзата Жаналина привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что тот выписал себе премию на сумму 270 тысяч тенге. Об этом стало известно на очередном заседании Совета по этике. В период прохождения испытательного срока Жаналина своим приказом от 9 декабря 2016 года на День независимости назначил себе премию в размере 270 тысяч тенге. Вместе с тем, правилами премирования, утвержденных постановлением правительства, запрещено произвести премирование работника в период прохождения испытательного срока. Поблажка не осталась незамеченной. Специалисты и социальные работники раскрыли махинации своего начальника и обратились в Совет по этике. Сегодня Хамзат Жаналин держал ответ. В свое оправдание чиновник сказал, что не заметил своего имени в документах, а его банковская карта якобы находится у супруги. Я своей вины не признаю и утверждаю, что на документах по переводу денежных средств не было моей фамилии. У меня мои подопечные очень часто начали просить премию, и я решил выписать всем деньги. Бухгалтера были на больничном и чисто случайно отправили мне деньги на мой личный счет. А заявитель был обижен на меня и из-за этого заявил на меня. О том, что деньги поступили мне на счет, я заметил спустя два месяца, так как моя карта не у меня, а у супруги. После чего вернул деньги в бюджет. Члены Совета услышали море оправданий по этому делу. Чиновник получил предупреждение о неполном служебном соответствии. А вот руководители отделов Карагандинского Акимата делались простыми замечаниями. Правда, и поводом для замечания стало небольшое нарушение. Руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель обвинялась в незаконном наказании своих подчиненных. А руководителя отдела земельных отношений обвинили в неявках на судебные процессы. Кстати сказать, и на заседании Совета по этике этот руководитель также не соизволил явиться. Их дело было рассмотрено заочно. Также на Совете по этике отчитались о работе, проводимой в сфере профилактики коррупционных рисков. Члены Совета заявили, что они не преследуют карательную цель. Главная задача – это профилактика правонарушений среди государственных служащих. Фариза Улбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Около 80 миллионов сенье понадобится, чтобы отремонтировать новое здание. Студентам колледжа искусств имени Татимбета теперь есть где заниматься. Помимо здания с ремонтом, колледжу обещали подарить новые инструменты и костюмы. Напомним, что в начале апреля глава области Ирлан Кушанов лично познакомился с бедственным положением учебного заведения. Скорее заехать уже в ремонтное, отремонтированное здание и наконец уже начинать учиться. Уже сегодня преподаватели колледжа начали переезжать. С 1 сентября для студентов в своей двери распахнет новое здание. Преподаватели довольны. Теперь студентам есть где репетировать и выступать. Больше не нужно бегать по городу от корпуса к театру и обратно. Надежда Жанабаева с нетерпением ждет этого момента. И вот наконец мы оказались здесь, на Муканово-1. Это 10-й корпус Каргу, который нам предоставлен сейчас для того, чтобы мы переезжали сюда. Я хочу сказать, что по квадратам, по площади, конечно, это здание нам подходит. Это одно из лучших вариантов. Почему? Потому что наконец наши 7 баз, на которых учатся наши студенты одновременно, они наконец получили условия, где можно проводить и актерские специальности, и занятия по хореографии, и занятия общеобразовательного, музыкально-теоретического цикла, и спеццикла по всем инструментальным специальностям в одном здании, чтобы дети наши не мотались из корпуса в общежитие, из общежития, в театр, с театра, в главный корпус и так далее. Примерно 12 лет студенты и преподаватели колледжа кочевали из здания в здание. Многие годы студенты мучились в тесных кабинетах без нормальной акустики. И вот сегодня им выделили целое здание. 10-й корпус Каргандинского государственного университета теперь будет принадлежать колледжу искусств имени Татимбета. Уже началась работа с переездом. Все оборудование привозится и отправляется на склад. В ближайшее время, примерно в следующем месяце, планируем начать ремонт. Управлением образования выделены нужные деньги. В новом учебном году планируется начать обучение уже в новом здании. Напомним, что в начале апреля Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов посетил колледж искусств. Он своими глазами увидел, что студенты вынуждены обучаться в спартанских условиях. Около 50 учащихся занимаются в тесных кабинетах. Занятия зачастую проводятся даже в общежитии. А экзамены музыканты сдают в коридорах. Сегодня сбылась многолетняя мечта педагогов. Колледж обрел свое подходящее здание. Андрей Тен, Ажара Гибаева, Жаксылык, Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинцев приглашают принять участие в республиканской природоохранной акции «Чистые водоемы». Она стартует 1 мая и продлится ровно месяц. Цель акции заключается в очистке рыбохозяйственных водоемов от брошенных рыболовных сетей, чтобы обеспечить беспрепятственный проход рыб к местам нерестилищ. Стоит отметить, что в настоящее время в реках области идет нерестовая миграция рыб. Поэтому с 20 апреля запрещен лов судака, а с 1 мая по 1 июля действует запрет на ловлю карпа. Основной нерест рыбы начнется именно в мае, заявляют сотрудники природоохранной инспекции. Поэтому им нужно обеспечить беспрепятственное передвижение, которое зачастую затрудняют сети, раскиданные жадными рыболовами. Сотрудники инспекции планируют привлечь к очистке рек и водоемов как можно больше людей. Так же, как и в прошлом году, все желающие смогут поучаствовать в субботнике на берегу. За прошлый год было очищено, убрано где-то около 90 километров береговой линии водоемов. Это я говорю в общем по области. Из воды изъято более 500 штук лесковых сетей, вот этих запрещенных орудий лова. Напомнили инспекторы и о запрете на ловлю рыбы в период нереста. С 20 апреля запрещен улов судака, а с 1 мая по 1 июля действует запрет на ловлю карпа. Что ежегодно в период нереста рыбы объявляется запрет на вылов рыбы. Если брать по нашим местным водоемам, то по озеру Балхаш у нас запрет на вылов рыбы, на все виды рыб определен с 15 апреля по 1 июня. То есть полтора месяца у нас идет запрет. По нашим местным водоемам Караганецкой области, за исключением озера Балхаш, запрещены к вылову два вида рыбы. Это судак и карп. Всего в Карагандинской области площадь водоемов и рек составляют около 500 гектаров земли. В регионе действуют 130 рыбных водоемов. Многие из них, к сожалению, в плачевном состоянии. Браконьеры и отдыхающие не просто пользуются водными недрами, но и оставляют после себя кучи мусора. Айям Амрина, Улжатсгабасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Семь имамов Карагандинской области испытали себя в конкурсе Нурломенбер. Конкурс проводится впервые. Целью мероприятия стало воспитание всестороннего универсального имама, заявляют организаторы. В Астане на Втором республиканском форуме имамов был принят документ, который называется «Интеллектуальный имам 21 века». В нем сказано о поднятии имамов на новый уровень. Для этого проводятся различные занятия, чтобы повысить знания не только в тесте религии, но и в правовой грамотности и по другим направлениям. Сегодня участвуют семь участников. И все, кто сегодня будет лучшим, тот поедет на республиканское состояние такого рода. И победителям присуждаются разного вида вознаграждения. В театре имени Сакенайси Фулина прошел специальный конкурс. Семь участников со всей области состязались в знаниях религии и законов. Один из них – Жандос Ныгман, имам мечети поселка Уштобе. Имамы будут состязаться по вопросам по Корану, по фирку, то есть исламской юриспруденции, по акиде вероубеждению, также по Конституции, по основному закону нашей республики и официальным документам Духовного управления мусульман Казахстана. Все имамы, я думаю, пришли готовыми и ожидаем, что будет очень интересный конкурс. После областного отборочного тура лучшие примут участие в республиканском конкурсе. Главный мотивирующий приз – поездка в Мекку. Организаторы заявили, что и в дальнейшем будут проводить такие мероприятия. Андрей Тен, Ажара Гибаева, Жаксылы Кнурта, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. После прошлогодней вспышки сибирской язвы власти уделяют пристальное внимание обследованию сельскохозяйственных животных. Дважды в год проводится обследование и вакцинация против опасных заболеваний. В одном из таких мероприятий приняли участие наши журналисты. На участке ветеринарного врача Булата Тагерова около 320 голов крупного рогатого скота, около 400 мелкого и около 80 голов лошадей. И каждое животное должно быть осмотрено и вакцинировано. Во время весенней кампании проводится вакцинация против сибирской язвы, аллергические исследования на туберкулез, а также сирологические исследования на бруцеллез. По словам ветеринара, ситуация на его участке стабильная. Лишь у одной из коров имеется подозрение на бруцеллез. Да, вакцинация практически уже подходит к завершению. Осталось одно стадо и на этом все. И через две недели начнется вакцинация против имхизиотозного корову на куларгатого скота. На данный момент на участке одна корова. Подозрение было. Все. Всего в Караганде вакцинации и обследованию подвержено более 2,5 тысяч голов крупного рогатого скота. Около 3 тысяч мелкого, а также свиньи и лошади. Пастух Талгато Спанов присматривает за 25 коровами. Он заявил, что такие проверки проходят дважды в год. Все обследования начинаются весной. Делают прививки, берут кровь на анализы. Если есть телята, то их ставят на учет. И каждому ставится тавро на ухо. Если какая-то корова в проверку не проходит, то ее не допускают в стадо. Данная компания преследует еще одну цель – провести точный учет всего имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных на территории Караганды. Кроме этого, проводим идентификацию сельскохозяйственных животных. Данную работу проводят специалисты ветеринарного станции. Идентификация сельскохозяйственных животных проводим. На сегодняшний день проведено 400 голов приплода в этого года, идентифицировано. На идентификацию выделено с государства для проведения данных работ 900 – около миллиона тенге с местного бюджета. Всего из городского бюджета на эти мероприятия выделено порядка 4 миллионов тенге. На сегодня в отделе ветеринарии имеются точные данные обо всех сельскохозяйственных животных. И тем не менее, ветеринарные врачи призывают горожан не скрывать информацию о приобретении либо убое животного. Чиновники также отмечают, что вакцинация и все обследования проводятся совершенно бесплатно. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И последнее. В Караганде выбирают лучшего палуана. Представители городов и районов начали борьбу за право представлять Карагандинскую область на республиканских соревнованиях. Победа на Казахстан-борцы является одним из самых высших достижений для любого борца. В областном турнире примут участие более 160 бойцов со всех регионов области, которые также прошли отбор на сельском районном и городском уровнях. Главная цель конкурса – развитие национального спорта. Сараркинская степь богата борцами. Каждый из палуанов сегодня представляет свой район или город. На поединках можно встретить и прошлогодних участников, которые в прошлый раз пришли с лучшей подготовкой. На конкурс допускаются участники свыше 90 килограммов. В первый отборочный день публики продемонстрировали бои борцов среднего и легкого веса. Один из них – карагандинец Марлен Жангабыл. Его весовая категория – 82 килограмма. Встречу закончил чистой победой над своим соперником из Улутауского района. Это моя первая встреча, а провел ее чистой победой. Ранее мы с моим сегодняшним соперником встречались. Я очень надеюсь, что дойду до конца. Хотя по своей категории я не смогу попасть на сам казах-бороса. Я гоняюсь за другой целью. Сейчас для меня важно пройти в республиканское первенство. Все участники среднего и легкого веса собрались здесь ради этого. В пятницу ожидаются самые зрелищные поединки. Болельщики всегда ждут поединков этих тяжеловесов, где определяются лучшие. Победители областного турнира примут участие в республиканском конкурсе. Казахстан-боросы на призы президента страны. Фариза Улбаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саубонстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова